Изменения, объявленные сегодня, не так кардинально, как ожидали, например, общественники. А ведь от них поступали радикальные предложения, к примеру, оставить в республике всего три министерства. Сегодня прозвучали другие неожиданные идеи. Создать Министерство промышленности и науки. Или вместо министерств учредить мобильное агентство на ограниченное время для решения конкретных задач. Однако эти идеи не были поддержаны. Пожалуй, самым главным изменением в структуре правительства стало создание Министерства спорта и молодежной политики. Спорт в РФ находится в тренде. И не отвечать этим влиянием, виянием времени в республике, по нашему мнению, было бы неправильно. Создаваемому министерству передаются также функции Комитета по молодежной политике от Министерства образования и науки Республики Бурятия. Минэкономики и Минэмущества решили не объединять. Зато в состав первого войдет агентство по туризму. Минпром и Министерство природных ресурсов в будущем, возможно, также сольются. Планируется создание Министерства промышленности и природопользования Республики Бурятия. В этой части торговля войдет в состав этого нового министерства, либо она выделится куда-то в отдельную структуру. Торговлю и сферу обслуживания, скорее всего, передадут в ведомства Министерства экономики. Особо отмечено, от 70% министерств и других структур Бурятия вообще не может отказаться. Это федеральные требования. Остальные 30% функциональных обязанностей нужно разделить, причем более четко, чем сейчас. Дублирующих функций не будет. По сути говоря, мы сделали такую ревизию, небольшую генеральную уборку в структуре правительства. Вот сегодня она в таком виде имеется, но ничего статичного нет. Она также может изменяться в случае появления каких-то новых указующих предложений с федерального центра. Возможно, у нас будут появляться здесь. Еще одним важным изменением стало повышение статуса министра сельского хозяйства до заместителя председателя правительства. Документ с новой структурой правительства в ближайшее время будет передан в прокуратуру для согласования. Евгения Апанарина, Даржичий Допов, Новости дня. Продолжение следует...